Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового и, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные и там присутствует очень много живого общения, если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. Всем привет, с вами Прия. За всю мою игровую карьеру, около 8,5 лет, было прокачано весьма большое количество персонажей. И по ходу дела слишком много всяких различных уязвимостей в игре было по поводу прокачки. Но в текущий момент можно подытожить абсолютно все легальные из них и я могу их вам посоветовать. Начнем же. Пунктов будет достаточно много, сначала мы начнем с подготовки. Первым пунктом будут установлены аддоны, а именно необходимые нам при прокачке. Первый это World Quest Group Finder, который нужен для поиска группы при прокачке в Легионе. Так как мы будем там весьма по-особому прокачиваться, быть может вы уже знаете этот способ, но для тех людей, кто впервые только зашел в эту игру или никогда не качался еще в Легионе, или быть может просто забыл, это будет весьма неплохое действие для прокачки. Далее. Нам нужен сервер Hope аддон, позволяющий прыгать между игровыми мирами, также с целью поиска каких-либо определенных мапсов, либо с помощью усиленного выполнения квестов. Следующий аддон это Handy Notes и модуль к нему Handy Notes Drenor Treasure. То есть обычный самый Handy Notes, который подсвечивает точки каких-либо рарников или каких-либо сокровищ на карте, а с модулем Drenor он будет подсвечивать дренорские сокровища и дренорских рарников, которые будут нам очень полезны при прокачке. Дальше нам нужен Legion Invasion Timer. Можно пользоваться как вариант и сайтами различными по типу WoWhead, либо самому отчитывать время легионских нападений, но с помощью этого аддона все будет очень легко. Просто-напросто устанавливаем их с приложения Twitch для своего клиента и все. Видосик по установке аддонов был еще очень-очень давно на YouTube-канале. Следующим пунктом нашей подготовки будут фамильки, а именно их покупка. Если мы собрались качать, к примеру, Охотника на демонов, то нам не помешают кожаные предметы, либо какие-либо предметы на ловкость. Если мы собрались качать воина, к примеру, в специализации защита, если мы уже заранее это предопределили, то нам стоит прикупить ему щиток, меч, либо там какое-нибудь одноручное дробящее, быть может, то, что вашей душе угодно, и то, что там по статам вы посчитаете, получше для воинов в специализации защита, ну и также абсолютно все латные предметы. Также мы не забываем про то, что с гарнизона дренорского, с кораблей можно было вытянуть колечки фамильные на увеличение опыта. Также различные аксессуары с разных мест добываются, ну и прочие-прочие интересные вещицы. К примеру, с рыбоманией в Свернистой долине тоже есть колечко на плюс опыт. Используя их все, можно получить весьма хорошее количество к прибавке нашего экспириенса, получаемого опыта. Но также можно еще зелье использовать на плюс опыт, это тоже весьма неплохо. Также есть весьма особое достижение, дающее нам маунта за 35 фамильных купленных предметов. Собственно, этот маунт повышает нашу скорость передвижения на 60%, и его можно использовать, начиная с первого уровня. С первого до двадцатого, да даже, получается, до сорокового уровня это весьма выгодно, потому что, насколько я правильно помню, лишь только на сороковом уровне можно изучить верховую езду на плюс сто процентов передвижения по земле. И в итоге этот маунт очень полезный. Чем быстрее мы двигаемся, тем быстрее мы делаем хвисты, тем быстрее мы достигаем какого-то места, тем быстрее мы доезжаем до какого-то там определенного сундучка, места и сбора рудой травы, к примеру. Если же мы собрались прокачиваться вместе с кем-либо, то прокачка группой — это весьма полезно. Распределить роли по группе из пяти человек, к примеру, танк, хилл и три дамагера, будет весьма приятно, и походы по подземельям будут идти весьма быстрее, и квесты будут делаться весьма быстрее, потому что на убийство мобов все абсолютно друг к другу засчитывается, на сбор предметов, ну, где-то кому-то засчитывается вместе, когда-то нужно там отдельно все это дело пролатать. Так что прокачка в группе всегда будет быстрее, чем прокачка в соло. Уж если мы заговорили про увеличение мувспида, про такие вещи, как сокращение времени прокачки, то нам не помешают полеты абсолютно во всех локациях, а именно сделанные достижения на доступ к полетам, например, в Дреноре и Легионе. Это будет весьма полезно и приятно при прокачке. Преодолеть какую-либо высокую гору будет весьма приятнее на Грифоне, чем на какой-либо лошадке. Многие игроки просто-напросто пропускают фазу выбора профессии при создании персонажа, а зря. Выбрать травничество и горное дело будет весьма полезно, потому что при сборе травы и при сборе руды мы получаем дополнительный опыт, который не помешает нам для достижения нового уровня. Даже собрав хотя бы одну травинку за целый уровень, это будет весьма неплохо, там, быть может, 500-600 опыта, но все равно это плюс. При подборе экипировки очень грамотно нужно выбирать вещи. Это, конечно же, верная мысль. И очень полезно выбирать вещи с сокетами. Если таковые есть, то вставлять какие-либо камни на плюс с характеристиками, к статам, весьма глупо. Уж лучше вставлять камушки на плюс 5 экспириенса. Есть такие камни, добавленные в дополнение Battle for Azeroth, и называется этот камушек Рубелит Проницательности, плюс 5% опыта, требуемый уровень предмета 200-й. То есть, если наша вещь имеет уровень предмета 200, и в ней есть свободное гнездо, то купив этот камень на аукционе, он достаточно дешевый, вставив его в экипировку, мы будем получать на 5% больше опыта. Это приятно и полезно. То есть, мы будем получать не 1000 опыта, а 1050. Если же нам нужно прокачать персонажа лишь только для того, чтобы было, скажем так, то уж лучше взять либо Демон Хантера, либо ДК Рыцаря Смерти. Рыцарь Смерти начинает свою прокачку с 55 уровня, ну а Охотник на Демонов начинает свою прокачку с 98 уровня. Прокачать с 55 до 120 весьма можно быстро, а с 98 до 120 еще быстрее. К примеру, относительно недавно мне нужно было сделать достижение Двойной Агент, ну а также выполнение военной кампании, выполнение всего квестлайна на Орде, так как я раньше до этого на Орде не играл, с целью получения двух маунтов. Сделал я это на Охотники на Демонов относительно быстро, по-моему, за недельку или за полторы. Прокачка не заняла большое количество времени, ну а выполнение квестов на Демон Хантере приносило реальное удовольствие. Если вам не хочется брать эти героические классы, то можно рассмотреть относительно другие классы по скорости прокачки. Какой-либо Охотник или другой класс с питомцем будет прокачиваться очень быстро, так как пока вы будете лутать какой-нибудь ящик по квесту, питомец будет просто-напросто грызть этого мопца и в конечном счете убьет его. Вы не потеряете никакого времени для того, чтобы убить мопца. Дальше по прокачке идет Монах. У него есть весьма полезный квест, который дается каждые 10 левелов на плюс к получаемому опыту. Это весьма полезно и весьма приятно. Получать такие квесты на плюс накопляемый опыт, на плюс проценты к опыту при надетых полностью фамильных вещах дополнительно, это реально классно. То есть можно получать нереальный объем опыта для своего персонажа, просто-напросто делая обычные действия. Ну а уже дальше будет прокачиваться танк по своей скорости прокачки. Танк может напулить большое количество мопцов, спокойно с ними разделаться, если, конечно, там надет весьма хороший шмот и, в принципе, не потерять с этого никаких ресурсов и не умереть даже. Если вы бесстрашный воин Орды или Альянса, то перед прокачкой не забудьте включить вармод. Сделать это можно в основном городе своей фракции, то есть для Альянса это Штармград, а для Орды это Аргримар. Включаем режим войны и получаем больше опыта. К примеру, для Альянса в текущей неделе плюс 20% опыта, ну а для Орды, по-моему, 10%. Даже такое увеличение опыта это весьма приятно. Ну а теперь мы поговорим о самой прокачке. Разделим ее на несколько пунктов, а именно прокачка с 1 по 15 левел, с 15 по 60, с 60 по 80, с 80 по 90, с 90 по 96, потом с 96 по 100, с 100 по 111 и 111-120. Начнем же. С 1 по 15 левела можно просто-напросто качаться на выполнение квестов, то есть ничего особо не придумывать, не изобретать, но можно чуточку изловчиться. И если у вас надеты абсолютно все фамильные вещи, то можно просто-напросто прийти в Элвинский лес, ну, к примеру, если вы играете за человека, встать на это озеро, там очень-очень много мурлоков, и просто-напросто бить их. Вот и все. Потому что у них весьма высокий спавн, то есть спавнятся они очень часто, опыта они дают весьма хорошее количество, хп у них не так много, и бьют они не сильно. Так что можете попытаться, если вам это понравится, то действуйте, если нет, то делайте просто-напросто самые обычные квесты вплоть до 15 левела. С 15 по 60 левел можно также продолжать делать квестики, ну, а можно уже начать покорять подземелья. Самые обычные классические в режиме случайных. С 60 по 80 левел мы продолжаем ходить подземелья, но при этом нам нужно ходить быстрые подземелья, так как в режиме случайных подземельей есть очень долгие подземелья, которые там начинаются примерно с 74 или с 75 уровня, такие как очищение Стратхольма. Очень долгое подземелье, очень мало опыта приносит, и просто-напросто, если оно вам попалось, то лучше ливайте из него, так как потраченные там 30-40 минут на его прохождение не оправдают себя. Даже если вы соло будете делать квесты, это принесет больше опыта. Наша цель — получать как можно больше опыта в затраченную нашу минуту. С 80 по 90, начиная с обновления, по-моему, с 73 или с 72, появился выбор континента. То есть мы можем пойти в Катаклизмовское дополнение, а можем пойти в Пандеренское. И мы идем, конечно, в Пандеренское. Там очень быстрые квесты, там приятный климат, ну, там реально локации красивее. Квесты кучно находятся, квесты легкие, за мобов дают хорошее количество опыта. Также можем ходить и подземелье, почему бы и нет. Ротируем подземелье-квесты с 80 по 90 в Пандарии. И также пользуемся пандеренскими подземельями, конечно же. Можно делать знаменитые манки-раны в миливарне буйных портеров. То, что мы просто-напросто бежим до первого босса, вычищаем всех обезьян, выбегаем, заново обновляем подземелье и заново заходим в него. Но это уже нужно делать не через поиск подземелья, а самим, с группой, конечно же. Соло это не реализовать. С 90 по 96 уровень мы будем собирать сокровища, которые расположены в Дреноре. Если вы установили аддон Drenor Treasure, Handy Notes, то, конечно же, вы будете видеть абсолютно такие же марки на своей карте. Эти марки означают сокровища. Мы собираем абсолютно все. Итемы, сундучки с зеленкой, ресурсы гарнизона. Они нам помогут. Также в своем гарнизоне нам нужно не забыть купить зелье, повышающее получаемый опыт. Оно покупается за 100 ресурсов гарнизона. В принципе, сделав несколько квестов по развитию гарнизона, можно сразу же их получить. В тот момент, когда нами получен 96 левел, мы начинаем потихоньку квеститься. Мы начинаем делать дополнительные квесты. Хотя их можно сделать и до 96. Также в пиках Арака мы не забываем построить таверну, которая откроется нам по квестовой линии. Свою прокачку до 100 левела мы заканчиваем в награнде. То есть плавно-плавно туда передвигаемся. Желательно, чтобы, конечно, у вас были полеты. Если полетов нет, то уж лучше с 90 по 100 просто-напросто прокачаться так, как удобно вам. То есть хотите, собирайте ресурсы. Хотите, делайте доп-квесты. Хотите, делайте обычные квесты. Так как с полетами можно собрать абсолютно все сокровища, в принципе, без какой-либо потери времени. Собирать их, используя наземные средства передвижения, не так выгодно. С сотого по 111 левел мы можем покорять контент Легиона. И уж лучше делать это по нападениям. Нападения — это особые локальные задания, которые появляются примерно раз в 18 часов. И позволяют нам сделать их, получив большое количество опыта и каких-либо наград. Но нас интересует конкретно опыт. Делаем эти локалочки, желательно в группе, используя модификацию World Quest Group Finder. Если не находят нам никакую заранее собранную группу, делаем локалочку сами, получаем опыт. И в свободное время, если нам нужно очень быстро прокачать этого персонажа, делаем квесты. Сначала нападение, потом квесты. В такой последовательности работаем в Легионе. Инсты — не стоит ходить. Ни к чему. Трата времени — самая обычная. Со 111 по 120 начинается контент Battle for Azeroth. Култирос и Зандалар встретят нас. Зандалар — для Орды. Култирос — для Альянса. Мы можем ходить экспедиции. Самое главное, конечно, не сгореть с них. Потому что они нас еще встречать будут долго и долго. И еженедельно, вплоть до окончания этого дополнения. Ну, если это персонаж наш первый, то нам нужно, конечно, делать квестики. Так как с целью того, чтобы потом открыть локалочки, нам нужно дружелюбие у трех основных фракций. Вроде постарался относительно кратко все это рассказать. Так что, думаю, вся информация понятна. Если же что-то стало неясно или непонятно, или есть какие-то предложения, комментарии к прокачке по конкретно каким-либо левелам, либо к подготовке есть какие-то советы, то есть, может, что-то свое можете предложить, отпишите обязательно в комментариях, прислушаюсь и выведу этот комментарий в топ. Всех вам благ, счастья, здоровья, приятной прокачки, а самое главное — хороших рандомов вам в случайном поиске подземелий. До скорого! Берегите ноги!